Доброго времени суток, дорогие друзья и читатели! Сегодня будет разбираться статья из публикации за август месяц 2020 года. Тема называется «Вы важны для собрания Иеговы?». Статья изучается неделю с 19 по 25 октября этого года и основывается на стихе из 1 Коринфянам 12.12. «Как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос». Статья информирует о том, что каждый христианин в собрании важен. Наш разбор отличается от статьи и содержит примечания. И тексты, как обычно, будут приводиться из синодальной Библии. Всем нам хочется чувствовать любовь Иеговы и радовать его своими делами. Но иногда нам непонятно, что можем сделать для него лично мы, и какую пользу принести собранию Христа его. Апостол Павел, сравнив собрание христиан с телом человека, показал, что каждый из народа Иеговы в собрании играет важную роль, независимо от воспитания, образования, возраста, национальности, финансового положения и т.д. Павел неоднократно пользовался этим наглядным примером, сравнивая тело человека и собрание христиан. Это отражено в текстах Римлянам 12.4-8, 1 Коринфянам 12.12-27 и Эфесянам 4.16. В этом обзоре мы узнаем, почему в собрании важен каждый из нас, как быть, если нам трудно понять свою роль в собрании, какую пользу мы можем приносить в собрании, если мы не можем много проповедовать, и почему важно выполнять в собрании то задание, которое каждому из нас поручил Иегова. Под заголовок «Каждый из нас играет в собрании Иеговы важную роль». Все служители Иеговы разные по характеру, по духовному возрасту, по способностям и возможностям. Поэтому каждому из нас Бог находит применение по-разному, в соответствии с характеристиками нашей личности. Но тем не менее, каждый из нас ценен в глазах Бога одинаково. Это апостол Павел показал на примере буквального тела человека. В нем много членов, и все выполняют разную роль – глаз, рука, рот и т.д. Однако, каждый из них одинаково ценен для тела. Вновь обратимся к тексту Римлянам 12.4-5, говорящему о том, что разное предназначение не делает кого-то малоценным. То же самое можно сказать и о духовном теле Иисуса Христа – о собрании. Разные пароли в собрании – все христиане одинаково ценны в замысле Иеговы. Ведь они приносят каждый свою пользу, используя в служении Ему разные дарования, данные христианам по Его милости. У кого хорошо получается объяснять Библию – считайте, что Бог поручил вам именно это. А кто гостеприимен, отзывчив или хороший организатор любого дела – считайте, что Бог поручил вам именно это. Этот принцип разделения ролей хорошо показан в Римлянам 12.6-8 тексте. В результате слаженного сотрудничества всех членов собрания, все собрание получает духовное наставление, заботится о нуждах друг друга, развивается в умении проявлять любовь и успешно участвует в христианской деятельности, отыскивая учеников Христа по всему миру. В собрании Христа все одинаково ценны в глазах Иеговы – и стар, и млад, и активны, и не очень, так как каждый старается проявлять усердие в служении Иегове тем, что у него есть. Эти ободряющие слова находятся во 2 Коринфянам 8.12. Хотя в обществе сторожевой башни цена служителя Иеговы измеряется количеством дел, и критерием его полезности для собрания является высота ступеней назначения, общий пионер, например, ценится больше простого возвещателя, старейшина – больше общего пионера, райнат – больше старейшины и т.д. Однако в глазах Бога простой возвещатель с очень скромным вкладом в дело царства может оказаться ценнее огромных вкладов райнадов, старейшин и общих пионеров. Можете сравнить тексты Луки 21 с 1 по 4 и также Матфея 23.15. А теперь примечания. Авторы сторожевой башни, говоря о дарах в виде людей или братьев, берущих на себя руководство, членов руководящего совета, их помощников, членов комитетов филиалов, районных надзирателей, преподавателей школ общества, старейшин и служебных помощников, говорят о том, что они назначены Святым Духом, забыв упомянуть о том, что это не означает вмешательство Иеговы или буквальной помощи Его Святого Духа в процесс назначения кого-либо на ответственной должности. В сторожевой башне за ноябрь 2014 года в рубрике «Вопросы читателей» пояснено. Святой Дух к назначению братьев прямого отношения не имеет. Братья должны отвечать требованиям Библии, написанной с помощью Святого Духа. На этом образное назначение Святым Духом заканчивается. Кандидатуры выбираются на осмотрение вышестоящих братьев, а к их личным симпатиям Святой Дух не причастен совершенно. Святой Дух сегодня не говорит, кого и куда назначить, а так как сердце потомков Адама лукаво и испорчено, согласно Иеремии 17.9, и непреложности этого факта в жизни человеческого общества на протяжении всей истории своего существования, поэтому в собрание свидетелей Иеговы внедряется и карьеризм, и заискивание предначальством и прочее. Подробнее об этом пагубном явлении мы говорили в видео 1.39 и 1.40. Подзаголовок «Вы важны для собрания». Почему некоторым свидетелям Иеговы кажется, что они не важны для собрания? Как уже сказали, в обществе «Сторожовой башни» ценность свидетеля Иеговы измеряется количеством дел, и критерием его полезности для собрания является ступень назначения. Она же определяет в обществе и духовный рост, то есть духовный рост равен карьерному росту. Поэтому, если свидетель Иеговы не может быть общим пионером, служебным помощником или старейшиной, со стороны активистов он может ощущать прохладу по отношению к себе и потому чувствовать себя ненужным. Что же делать в таких случаях? Вспоминайте о том, что Иегова смотрит не так, как смотрит на вас общество «Сторожовой башни». Он смотрит на сердце, а не на внешние данные, не на ваши достижения. О том, как смотрит Иегова на людей, нам известно из 1-го царства 16-7. Что находится в вашем сердце? И это важно. Обновили ли вы свою личность? Метафора в Луки 6-45, показывающая зависимость содержимого слов уст от духовного содержимого сердца человека, побуждает нас задуматься об изменениях. Стремитесь ли искоренить из нее зло? А ряд увещеваний, советов и призывов к избавлению от зла находятся в отрывке Ефесином 4, 20-32. Любите ли вы Иегову всем сердцем? Любите ли вы людей? Этот краеугольный камень в отношениях в свое время был подтвержден Христом и находится в Матфея 22, 37-40 тексты. Именно это важно. А достижения не всегда приносят пользу имеющим их. В Матфея 23, 15 хорошо показано, как суть труда важнее самого труда, даже самого большого. Так же, если служители Иеговы сравнивают себя с другими, кто более молод, активен и успешен в христианской деятельности, может страдать его самооценка. К примеру, вы видите, что в собрании есть умелые учителя, хорошие организаторы и добрые пастыри, и думаете, что вам до них далеко. Плохо ли это? С одной стороны, нет. Это значит, что вы смиренный и скромный человек, и вы руководствуетесь Советом из Филиппийцем 2.3. Но если постоянно сравнивать себя с другими, кто успешнее вас, можно в себе разочароваться. Более того, вам даже может казаться, что для вас в собрании нет места. Эта проблема была актуальна и в первом веке. Многим христианам трудно было поверить, что они важны для собрания. Как справиться с этим, чтобы не доводить себя до уныния? Апостол Павел писал, «Если нога говорит, раз я не рука, то я не часть тела, это не значит, что она не часть тела. Если ухо говорит, раз я не глаз, то я не часть тела, это не значит, что оно не часть тела». Статуя из 1 Коринфянам 12.15.16. Что это значит? В первом веке Иегова давал христианам дары Святого Духа чудом свыше. Но не у всех они были одинаковые. Это нам известно из 1 Коринфянам 12.4.11. Хотя Бог наделил их разными способностями, для Него был ценен каждый из них. То же самое происходит и сегодня. Хотя мы не получаем от Бога дары чудом свыше, каждый, кто становится христианином, обладает какими-то способностями. Значит, принцип ценности служителя и Иеговы для Бога остался тот же. Не все мы одинаково талантливы, но все мы одинаково ценны для Него, тем, что имеем. Поэтому нам нужно не сравнивать себя с другими христианами, а следовать вдохновленному Богом призыву апостола Павла. Каждый пусть покажет свое собственное дело, и тогда у Него будет повод радоваться, глядя только на себя, не сравнивая себя с другими. Статус Галатом 6.4. Или, если есть усердие, оно принимается, смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет. Вновь обратимся к тексту 2 Коринфянам 8.12, разъясняющему этот факт. Бог не ожидает от вас того, чего вы не имеете возможности сделать в служении Ему. Но есть нечто, что по силам каждому христианину. Это доброе сердце, любящее Иегову и людей. Становитесь любящими, и больше давайте сами, нежели ожидайте для себя. Тем самым, вы будете сильны, и исполните главное ожидание Иегова от вас. Согласно римлянам 13.10, Ионя 20.35, любовь и отдача, это самое главное для нас. Любящий приносит пользу и без пламенных речей, и без пионерства. В собрании есть много скромных свидетелей Иеговы, обойденных вниманием общества. Поддержите их словом и делом, и эта ваша лепта будет дорога Богу. Почему? Потому что найти и привести учеников Христа в собрании, обучить их основам истины и довести до крещения, безусловно, на это нужны таланты молодых и рьяных служителей Иеговы. Но это лишь полдела для пользы собрания Христа. Важно еще и сохранить найденных для Иеговы. Активных свидетелей лелеет общество сторожовой башни, а вы можете согревать любовью и вниманием остальных, несмотря на количество их часов в проповеди, материальное положение и способности. И будет вам благо. Этот принцип из Деяния 2035 на все времена подходит. Подзаголовок «Используйте свои способности на благо собрания». Если каждый использует свои способности в интересах Иеговы, в итоге и вырастивший урожай господина, то есть активные назначенцы общества и сохраняющего качество любовью, служители Иеговы поскромнее, все принесут пользу дело царства, несмотря на разные роли в собрании и разное количество трудозатрат, как в сборе урожая, так и в стремлении сохранять его для Иеговы. Текст из Римлянам 12.6.8 актуален и по сей день. А если твои обстоятельства изменились к худшему, и ты уже не можешь делать служений столько, сколько делал в прошлом, не оглядывайся назад и помни о том, что даже твоя малая лепта может радовать Иегову. Вместо того, чтобы горевать о потерях прошлого, сосредоточься на том, что ты можешь благодаря Иегове приобретать в настоящем, и тогда каждый твой день из остатка жизни в этом веке может быть прожит во славу Иеговы, несмотря на трудности. Иегове дорог каждый из нас. Он хочет, чтобы мы чувствовали себя частью его семьи. Помни об этом, размышляйте, как укрепить братьев и сестер в собрании, а потом действуйте. Тогда вы вряд ли будете сомневаться в том, что можете принести собранию пользу. Но как мы относимся к братьям и сестрам в собрании? Как показать им, что мы их любим и ценим? Давайте обсудим это в следующий раз. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok